Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я хочу вернуться к нашему бесплатному конструктору сайтов Кандинскими и рассказать о блоке призыва к действию, call-to-action и добавлении Favicon на сайт. Начнем с Favicon. Вещь простая, казалось бы, и говорить про это не стоит, но смотрите, что происходит, например, в Яндексе. Вот первая страница выдачи по запросу благотворительные фонды. Понятно, что у всех тут есть такие красивые иконки. Это, собственно, и есть Favicon. Все замечательно. И на второй странице выдачи тоже есть. А вот, например, пятая страница выдачи. Фонд милосердия. Кстати, не исключено, что мошенники, поскольку в Москве есть известный крупный фонд милосердия, это явно не они. И, собственно, отсутствие Favicon только подтверждает мои опасения. Заранее прошу прощения, если ошибаюсь. Как в кандинском вставить Favicon? Да вообще элементарно. Переходим в настроить и здесь в свойство сайта. Вот она, иконка сайта. Выбрать изображение. Но перед тем, как выбрать, надо сначала Favicon сделать. Раньше нужно было использовать для создания Favicon какие-то внешние приложения, тоже несложно, но все-таки какие-то лишние шаги. Теперь все просто. Берем любой файл, разработчики рекомендуют разрешение 512 на 512, файл должен быть квадратным и сохраняем в PNG. Это даст нам возможность использовать прозрачность. Все. Выбрать изображение. В библиотеке у нас его еще нет, значит надо загрузить. Загрузили. Отлично. Опубликуем. И теперь у нас есть Favicon. Дело 5 минут. Дальше разберемся с призывом к действию или по-английски call to action. Собственно, это стало уже идиомой, поскольку call to action вещь крайне важная. То есть на этом сайте вот эта огромная кнопка помочь сейчас или вот эта. Нужно просто необходимо, чтобы на сайте благотворительной организации была такая кнопка. Явная, не спрятанная, громкая, чтобы человек не мог пройти мимо. Это уже из UX UI. Собственно, у вашего сайта есть какая-то основная задача или привлечение пожертвований или волонтеров или какая-то иная помощь. И нужно, чтобы посетитель понимал, что вам нужно, видел, что вам нужно и не искал на сайте, куда бы там ткнуть, чтобы помочь вашим подопечным. В кандинском call to action это элемент оформления. И правильно. Это должно быть именно так. Громко и на виду. И меняется, соответственно, этот виджет в оформлении главной страницы. Переходим в главную страницу. Заглавное изображение. И вот у нас фотографии. Вот текст заголовка. Меняется все в реальном времени. Вот текст призыва к действию. Это вот этот. И ссылка, куда мы переходим. Ссылка с обеих кнопок. И с этой, и с этой. Сейчас она ведет на ОНАС. Надо ее направить на страницу «Как помочь». Тут нет такой. Страницы. Непорядок. На самом деле, это, конечно, не сайт. Это экспериментальная площадка. Сейчас добавим страницу в главное меню. Тем более, что страница такая, конечно же, есть. Просто ее нет в главном меню. Ну да, вот она. Добавили. Можно еще повыше ее приподнять. И возвращаемся в оформление. Так, нам нужен адрес. Ага. Вот тут внизу написано «How to help» в одно слово. Ну или если перейти на страницу, в адресной строке это будет. Все. Прописываем ссылку. Отлично. Так. Ну вот, есть переход. Теперь, что касается отдельного виджета «Call to Action». Он тут тоже есть. Вот он. Блок призыва к действию. С оформлением тут по аналогии. И нам его нужно добавить на сайт. Это тоже в настройке главной, в закладке «Блоки на главной». То есть, например, если бы у нас тут была большая текстовая часть, после нее можно было бы вставить еще один призыв к действию. Добавить виджет. Призыв к действию. Готово. Вот он появился. Можно его, например, перенести повыше. Если вам нужно вставить «Call to Action» на какую-то другую страницу сайта, не на главную, то для этого можно воспользоваться шорт-кодами. О том, как это делать, я говорил в предыдущем скринкасте по Кандинскому. Ссылка есть в описании. Казалось бы, тема достаточно простая, и можно было бы не делать этот скринкаст, но, к сожалению, я часто встречаю сайты НКО, у которых нет favicon. А это сразу просто моментально понижает рейтинг сайта в глазах читателей. Такое себе позволять нельзя. Да и Call to Action вставляют далеко не всегда, а это также важно. Все, любите друг друга, не пренебрегайте простыми действиями. Они часто самые правильные. Напоминаю просьбу, если мои видео вам как-то действенно помогли, напишите в комментариях. Ну и, конечно, ставьте лайки, расшаривайте видео, ну и подписывайтесь на наш канал.